Константин Криволап, авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро Антонов с нами на связи. Константин, мы рады вас видеть. Добрый вечер. Приветствую. Приветствую вас, рад видеть тоже. Не единожды мы поднимали и обсуждали эту тему с вами. Мы говорили о том, как действительно и с чем столкнулась российская авиация. В частности, мы говорим сегодня о гражданской авиации. Мы говорили с вами и действительно о состоянии и том будущем, которое сегодня там виднеется или уже практически не виднеется для гражданской авиации. Я сейчас не буду повторять те события, которые ныне происходили в городах Российской Федерации, там, где аварийные посадки пришлось совершать все-таки и самолетом с пассажирами и так далее. Но я вот хочу вас так и спросить, Константин, сейчас уже такая серьезно плачевная ситуация. Ну, я понимаю, что не стоит тут считать, наверное, в численных показателях, сколько там самолетов и какому количеству довелось совершать аварийные посадки в связи с теми или иными техническими неисправностями. Если мы говорим так в общем, а детально далее продолжим, сейчас уже критически такая плачевная ситуация в гражданской авиации Российской Федерации? Ну, то, о чем мы с вами говорили, о законах математики, о законах вероятности, о том, что все идет по плану. И, очевидно, там Коношенко, Путин, Песков, они все большие и крупные математики, хорошо в этих вопросах разбираются. Потому что все действительно идет по плану, все идет в соответствии с законами математики, с законами теории вероятности. Сказать о том, что они уже ушли в эту верхнюю ветку экспоненциальной кривой и они находятся на этом пути, это не сказать ничего, просто потому что оно идет по этому пути. Достаточно скоро есть классификация авиационных происшествий. Все, что происходит, называется авиационным происшествием. То, что происходит без человеческих жертв, называется аварией. А там, где происходят человеческие жертвы, называется катастрофа. Вот сейчас отказы, которые происходят, они происходят на уровне аварий и обходятся без человеческих жертв. Но по тем же законам вероятности, по тем же законам математики, это все скоро перейдет в состояние катастроф. Летать становится с каждым днем все опаснее и опаснее. Поэтому, если вы нарушаете правила, которые были выработаны в течение 60-70 последних лет, если не больше, даже уже, наверное, больше, о безопасности полетов, то там в результате пришли к выводу, что единственным документом, подтверждающим безопасность, является сертификат летной годности. Туда входит целый ряд параметров, начиная от подготовки персонала, наличие аэродромной техники. Но третьим пунктом там стоит техническая безопасность. То есть, это готовность всех систем выполнять свои функции. И вот с этой технической безопасностью очень большие проблемы. Потому что те самолеты, которые летают и выполняют 80% всего пассажиропотока, это Боинги и Аэрбасы, они не обслуживаются соответствующим образом, они не имеют доступа к запчастям, у них не перезаливается софт. И поэтому вот эти все отказы происходят в первую очередь. Если не проводить там регламентные работы, если не делать замену деталей, которые там в соответствии с регламентом положено делать замены, то происходит то, что мы видим. А если разбираться, скажем, по частоте вот этих вот отказов, где они происходят? Они происходят, естественно, в самых ресурсах, скажем, напряженных элементах конструкции. Вот есть у нас планер, есть двигатель, есть система. Условно разобьем это на такие три группы. Но с планером там более-менее все понятно. Если он там выработал усталостный ресурс, то его надо либо ремонтировать, планер, но это можно делать там, скажем, там, ну не то, что там наколенная сборка гаражная, но, в принципе, инженеры такие решения могут найти, и это можно сделать там без обращения к Боингу или там к Аэрбасу. А вот то, что касается двигателей, вот там все значительно сложнее. Ресурс двигателя в 4-5 раз меньше, чем ресурс планера. И там происходит самая механически напряженная часть самолета, и там происходят больше всего неприятности. И неприятности происходят именно в системах управления, в системах регулирования двигателя. То есть там, где стоят датчики, которые дают команду, как этому двигателю надо лучше работать в этих данных конкретных условиях, в этих режимах. И отсутствие замены этих датчиков, они имеют еще меньший ресурс, чем двигатель. Это, ну, такие технические особенности. Если не происходит их замена, если не происходит их обслуживание, если не перезаливается их софт, то мы имеем в первую очередь отказы по двигателям. Их больше всего. И это было известно еще до того, как начались все эти отказы по двигателям, вот эти вот задымления, загорания, помпажи и все прочее, прочее, прочее. То же самое со всем, что касается гидравлики. Гидравлика – это высокое давление во всех гидравлических системах. И если там не проводить необходимые регламентные работы, то она начинает отказывать, она начинает течь. Вот та знаменитая посадка в поле, когда отправили под Новосибирск в поле эти уральские авиалинии, то это как раз яркий пример того, что они уже были не на резервной системе, не на системе, которая дублирует в случае отказа, а они уже были на этой аварийной системе, на резервной системе и летели уже, в общем-то, полагаясь исключительно на ось. То, что это закончилось без человеческих жертв, это, ну, такое везение, повезло. Так что все идет по плану, все как должно быть. Скажите, Константин, вот я обращаюсь к этому аспекту, который подняла моя прекрасная коллега Лева. Скажите, если, конечно же, вот, если... Я присоединяюсь к вам. Спасибо огромное. Где черпать, да, возможный ресурс для того, чтобы, ну, обойти эти санкции, да, не пользоваться... Я понимаю, что, ну, софт, он пиратский, не пиратский, ну, как-то, я не знаю, там, совладать. Но это же технологии, да, которые, в принципе, Российская Федерация может или не может, да, у себя где-то, знаете, сконструировать, да, провести какие-то испытания и таким образом отказаться от каких-то зарубежных, да, аналогов, соответственно, а показать то, что они способны поддерживать свою авиационную отрасль в таком надежном состоянии. Или тут никто не сможет помочь, никто не сможет заменить ни Boeing, ни Airbus, как бы там Кремль не пытался выйти на какие-то истории с совместных, да, производством с Ираном или с Китайской Народной Республикой, я не знаю, возможно, даже там с КНДР, хотя, наверное, там больше по военной какой-то авиации. Ну, вот смотрите, здесь есть два уровня, скажем так. Вот первый уровень – это способна ли российская промышленность вообще обеспечить достаточно хорошими системами измерения, то есть датчиков, по которым происходят основные проблемы, и дальше уже идут отказы, да. Вот они попытались сделать импортозамещенный, так называемый, самолет сухой. Я уже неоднократно комментировал эту историю, когда они смогли на нем... Так импортозамещали эти 70% всей комплектации, что смогли подняться там на 4 тысячи метров, 40 минут полетать и удивиться, что он приземлился, да. Аналогичная ситуация, там они Ил-76 недавно модернизацию очередную пытались запустить, поднялись там на 2 тысячи метров, полетали там минут 20, приземлились и тоже были счастливы. Но при этом надежность этих систем обеспечить очень трудно. И все эти элементы, даже на кукурузнике, уже когда начали ставить стеклянные борты, более-менее там модернизировали кабину, все равно были заявления о том, что нет возможности на них летать, потому что начинаются отказы из-за вот этой вот комплектации, импортной комплектации, заменить ее нечем. А если уже говорить о том, что они, допустим, как китайцы возьмут какой-то датчик, его скопируют и запустят, ну разово, там какой-то там десяток, второй, наверное, это можно сделать. Но заменить все датчики, которые установлены на самолетах, на всех системах, я думаю, что это архисложная задача. И Boeing, и Airbus, они эти вещи отрабатывали, проверяли на стендах, испытывали их надежность, наработку на отказ. Но десятилетиями реально, реально десятилетиями, потому что там двигатели меняются, все самолеты меняются, но вот эта вот вся измерительная часть, она живет очень долго, потому что в нее очень много вкладывается, от нее в значительной степени зависит надежность работы всех систем и агрегатов. Поэтому как бы очень сложно представить себе, что можно найти. Даже методом каннибализма, даже там где-то покупая не сертифицированные эти все детали, что значит не сертифицированные? Это значит, они были сняты с кого-то, с какого-то самолета, и потом были куда-то переставлены, где-то они эксплуатировались, их еще опять перекупили. Там есть истории, когда по пять раз менялся хозяин этого какого-то узла, и в конце концов он попадал в Россию, и совсем недолго там успевал прожить. Есть, ну вот еще и появилась недавняя информация, что Узбекистан там проявил большое рвение, большое рвение и на одном из заводов, ну типа как наш киевский завод гражданской авиации, ремонтный завод, именно по таким, по транспортным и пассажирским самолетам, что они предложили россиянам выполнять там какие-то регламенты у себя. Но когда посмотрели, что они могут сделать в том же самом Ташкенте, то выяснилось, что они могут сделать там очень небольшую часть, и то она касается в большей степени фюзеляжа. Ташкент предлагал еще заниматься там ремонтами стоек шасси и всей гидравликой шассийной, но оказалось, что они на это дело не очень-то способны. Поэтому где-то особенно находить, доставать, но для аварийных ситуаций, вернее не аварийных ситуаций, а для гашения пожара, вот срочно, вот сейчас надо запустить. Такие отдельные случаи могут быть, но это не система. Регламентные работы самолетов, которые выпускаются в большой серии, это очень серьезные логистические задачи, и компания, начиная конструировать самолет, она начинает уже разворачивать логистические структуры. Они по времени создания и самолета, и логистической структуры занимают где-то приблизительно одно и то же время. Поэтому мне как бы очень трудно представить себе, что есть какие-то технические, организационные методы, которые позволят поддерживать вот этот парк Боингов и Аэрбасов на достаточно высоком уровне. А то, что касается там остатков российской техники, там Ту-204, там Ил-76, Ил-86, там что там у них еще летает, сухой Суперджет, перспективный, так и не запущенный МС-21, там межрегиональный самолет 21 века, так называемый. Китайцы их выбросили из проекта СЕР-929. Ну, я не вижу никаких возможностей, никаких перспектив для того, чтобы эта характеристика, математическая характеристика экспоненциальной зависимости отказов, которые будут приводить к катастрофам, чтобы она была как-то изменена. Это невозможно. Станин, хочу вас спросить, спасибо вам за этот ответ. Вот я заявление Ростеха нашла, и я думаю, ну, вот хочется, чтобы вы тоже прокомментировали. Там действительно очень много, как бы, речи идет и о сухом Суперджете, да, и так далее. Но я даже немножечко не об этом хотела. Вот заявление. Мы к 2025 году подойдем к тому, что наши самолеты, то есть, ну, российские, это для наших зрителей, будут на 97% состоять из наших запчастей. А 3, я так понимаю, не знаю, 3% это откуда, ну, можем только догадываться. Вот хочется спросить, вот такие заявления, это они действительно имеют какую-то, я просто пытаюсь понять. Это заявление было сделано, да, в этом году, 2023 год. Это реалистичное заявление, либо же это такое заявление, оно подобно тем заявлениям, которые очень часто можно услышать и от политиков российских, и от Кремля, когда вот у нас все хорошо, тут импортозамещение, возможно, тут как раз об импортозамещении, но мне кажется, что не все можно заменить импортозамещением, в особенности, если мы говорим об авиации. Вот смотрите, вот просто вот очень простая логика в данном вопросе. Реально с проблемами обслуживания и ремонта Боингов и Аэрбас Россия столкнулась после того, как началось широкомасштабное вторжение в Россию. До этого были какие-то санкции, но не настолько жесткие. А здесь они были вообще просто прекращением всех отношений, вывод всех компаний, вывод закрытия представительств и так далее, и тому подобное. Допустим, начиная с этого момента, принято решение, будем делать вот это вот импортозамещение. Начинается весь цикл работ по созданию, ну скажем, какого-то датчика, который надо импортозаместить. Я не говорю уже про сложные системы, про вычислительные какие-то комплексы, про стеклянные кабины, я об этом не говорю. Я говорю о относительно простых вещах. Для того, чтобы разработать конструкторскую документацию, потом изготовить, провести испытания, найти слабые места и все это хозяйство запустить, это уходит, ну реально, эти циклы могут быть даже больше, чем цикл создания самолета либо создания двигателя. Поэтому, когда мне говорят о том, что с 23 по 25 эта проблема будет решена, ну это фантастика просто. Ну а скажите, Константин, вот моя прекрасная коллега Лейла, опять-таки, да? Присоединяются через раз. Так, давайте без, у нас как-то дежавю сплошное. Не, ну просто ты сказала по поводу Ростеха и заявления по поводу, они же, российская цивильная авиация определенное время очень сильно продвигала историю про этот сухой суперджет. Да, это просто вот, просто самый лучший вариант для того, чтобы вот перейти на отечественную какую-то такую колею, да, и соответственно там с помощью, как я понимаю, французских определенных компаний, ну разрабатывать свою частную и собственную историю. Константин, а что же будет вот с подобными проектами? Или просто вот все отпали, и соответственно Российская Федерация как-то даже на базе того, что было, сделать свое, ну не получается. Да, идея есть, желание есть, а вот силушек не хватает. Ну вообще принципиально, что такое сухой суперджет? Это передранный Дорнье, 216 или 226, не помню уже. Просто передранный тупо. Двигатель на него, ну мы знаем, что когда мы смотрим в небо, там летит самолет, то мы видим самолет и понимаем, что по инверсионному следу там есть еще какие-то двигатели. Двигатели там стояли французские. компании СИКАМ, СИАМ, 146, по-моему, да. Они были, сами эти двигатели, ну были сыроваты, не совсем доведены. Их доводили там до необходимой кондиции. А вообще история сухого суперджета, она связана не просто с авиационными, не просто с авариями, с большим количеством аварий, с большим количеством отказов и аварийных посадок. Она связана с катастрофами. Там было несколько катастроф, достаточно серьезных. И прямо там, по-моему, в Шереметьево была большая катастрофа с гибелью людей, с пожаром на аэродроме, на аэропорту. Так вот, он состоит на 70% из импортных запчастей. Там чужая стойка шасси, то есть там не российского производства. Россия вообще потеряла технологии производства, ну, серьезных стоек шасси. И за все время жизни сухого суперджета выпущено, там, что-то на уровне 220 этих самолетов. И в 2019 году уже было принято решение на уровне Госдумы о том, что мы прекращаем производство этого самолета, потому что оно приводит... Его не могут довести до ума. Его 20 лет пытались довести до ума. Довести до ума не могут. И он очень аварийный, он очень опасный. Мы сейчас будем летать все либо на МС-21, либо на СЕР-929. Ну, совместный китайский проект. Но ни МС-21 там нормально полететь не может, ни двигатель до него там нормально приделать не могут до сих пор. И из китайского проекта они выкинуты. То, что касается непосредственно сухого суперджета, ну, вот они его сделали, подняли в воздух, по-моему, чуть ли не в декабре прошлого года. И вот у нас в декабре, вот у нас прошел год, что мы что-то новое слышим про сухой суперджет, что вот он начал летать, что он там проходит сертификацию, что он там готовится к серийному выпуску или что-нибудь подобное. Мы услышали, мы увидели, мы ничего такого. Я, например, не видел, не слышал. Если бы там что-то было, хоть чуть-чуть, то российская пропаганда бы, наверное, всячески раздувала, что вот завтра мы сядем, уже полетим на новом импортозамещенном сухом суперджете. Но как-то ничего не слышно и не происходит ничего. Сладин, напоследок дайте, чтобы мы как бы подытожили вот наш с вами разговор. Какие ваши ожидания по поводу дальнейшего развития событий? Поскольку, как мы понимаем, этих случаев все больше и больше. И как мы понимаем, только чудом, ну, пока мы не говорим о таком масштабном самолетопаде на территории Российской Федерации. Да, ну, понятное дело, что там за штурвалами непростые люди, которые проходили подготовку. Соответственно, если пилоты есть в цивильной авиации, то самолетов скоро, ну, просто не будет. Получается ли так, что, по сути, ну, любой россиянин, неважно кто, да, садящийся в российский или не совсем российский самолет, да, пытаясь переместиться с одной точки А в точку Б, ну, по сути, потенциально, да, ну, такой себе. Если не полноценный смертник, но человек, который точно свою жизнь, да, поддает вот такой опасности. Ну, понимаете, для россиян очень характерно не воспринимать себя жертвой, может быть, кто угодно, только не он, да, это, ну, концепция авось. А я долечу, да, вот, все нет, а я долечу. Да, и эти концепции безопасности и понимания глубокого всех причин и проблем, их не касаются. Вы правильно заметили, что, ну, по моему представлению, что сейчас российская гражданская авиация летает не столько на самолетах, сколько на технической грамотности летного персонала, которые, ну, как бы из ничего находят возможности как-то более-менее пока еще без жертв летать. Но насколько долго это может продлиться, я, честно говоря, ну, трудно сказать, но это законы математики неумолимы. Вот мы это очередной раз видим. Поэтому я не думаю, что наши размышления и предупреждения о том, что это опасно, не будут восприняты как пропаганды там каких-то украинских зашкваренных деятелей, а что это реально опасно для них. И мы сейчас называем вещи своими именами, и обратите на это дело внимание, пересаживайтесь там на поезда, на сани, на тройки, на что угодно, но пытайтесь забыть про авиацию. Ну, при всем при этом в Россию летает достаточно много компаний из той же Турции, там Таиланд летает, там летает тот же самый Казахстан, Узбекистан. То есть к ним летают, на этих самолетах они еще как-то могут перемещаться в пространстве, но это уже будет все равно приводить к деградации непосредственно гражданской авиации России. Да, спасибо вам огромное. Всегда рады вам. В эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Константин Криволап, авиационный эксперт, бывший инженер, испытательного конструкторского бюро Антонов был с нами на связи. Продолжение следует...